Девочки, привет! Я снова с распаковкой. Поехали сразу, не будем терять время. Первая посылочка. Типсы. Типсы. Они, по-моему, не на кольце, а на вот таком вот штырьке. Ну, были тоже дешево, я взяла. По-моему, 52 штучки, как всегда. Обычный транспарент, или как там правильно называется? Цветоц. Дальше вторая посылочка. Здесь что? Здесь чехол. Наконец-то он мне пришел. Но когда я его заказывала, я вообще думала, что он будет черный, а он оказался прозрачным. Я думала, он будет черный, а вот эти вот элементы будут розовые. Но он оказался прозрачным. Но он не очень дорогой, ну, как всегда, там 100 рублей где-то вот так вот. Но буду пользоваться прозрачным. Что теперь делать? Видите, посылочка. Что-то маленькое, скомканное. А, эта штука, держатель, прихватка, или как она там правильно называется, не знаю. Силиконовая, зелененькая, подсобь кухни. Может быть, будет и удобно. Тоже в совместных покупках брала. Но они бывают еще побольше, я так понимаю. Эта маленькая. Но ничего, буду пользоваться тоже. Хорошая штучка. Следующая посылка. Сейчас посмотрим, что же тут. А, тут вот эти тоже для кухни брала. Вот такую прищепку для кофе. Очень удобно, мне кажется. Вот так вот защипил этот потом пакетик с кофе. Наложил сколько удобно. Для молотого кофе, я имею в виду. И ложечкой пользуешься. И потом раз ее прицепил сразу на пакетик. Потом не ищешь, чем же тебе накладывать обратно кофе. Так, и вот эти штучки для мытья посуды. Маме взяла одну себе. Себе фиолетовую, маме пелененькую. Тоже в совместных покупках. Девчонки, было. А, нет. Это было в горящих товарах, наверное. Или по купону. Я уже не помню. Но ссылку оставлю. Посмотрите сами там. Следующая посылочка. Какая-то квадратная коробочка. Ничего себе-то, что камера уже пришла мне. Да. Это были как раз в совместных покупках. Была вот эта камера. Мне очень интересно стало. Стоила она где-то 300 рублей. Вот. А так она стоит около 600. Вот она такая маленькая. Там, конечно, на рисунке вообще обалдеть. Она была. Ее на пальце вот так вот кто-то там держал. Вот на одном пальчике. Она у него прям вот в 4 раза, наверное, была меньше, чем она здесь. Ну и мне, конечно, интересно стало. Буду разбираться, что здесь. Вот такая вот новая игрушка появилась. Или сыну отдам. Он тоже хочет начать снимать ролики. Ну, вот это, видимо, зарядка для нее. Или для подключения, наверное, к чему-то. Этот, наверное, держатель какой-то. И еще что-то. Ну, в общем... А, это, наверное... Как раз ее прям сюда ставишь, крепишь как-то. Ну, в общем, будем разбираться. Что же это за гаджет новый такой с Алиэкспресс? Приятная на ощупь такая матовая. Симпатичная, классная вообще. Включение. М это микрофон, наверное. Сюда, наверное, может быть, флешку можно вставить. Не флешку, а вот эту карту памяти. Вот. Вот такая вот покупочка. Full HD 1080p чего-то. Нет, ничего я в этом, конечно, не понимаю. Но будем разбираться. Тут все инструкция, пусть и на английском языке, но все же есть переводчик в Google. Все в коробочке, девочки. Непомято. Идеально упаковано. Я очень довольна. Будем смотреть, разбираться, что же это такое. Следующая у нас посылочка. Вообще много мне всего. И в конце будет самая долгожданная моя посылка. И пришла, которая, безусловно, очень быстро. Вот это. Это для обуви. По-моему, органайзер. Не органайзер, а коробка для обуви, типа того. Хранить обувь. Да, мешочек такой. Тоже покупала в совместных покупках. За где-то то ли 60, то ли 80 рублей. В кадр он полностью не помещается. Так, ну, знаете, чтобы совсем его прям показать можно было. Ну, вот пара обуви спокойно влезет. Очень, мне кажется, хорошо будет. А если балетки какие-нибудь, то вообще и 4 можно вот так положить. Достаточно глубокий, вместительный. Ручка есть. Молния работает. Серевый цвет. Сейчас еще раз молнию проверю. Ну, вот такая покупка. Очень я тоже довольно ждала. Следующая. Тут что-то тоже. Как будто мятая. Что же это такое? А, это подставка для крышек. Вот такая. Тоже была в совместных покупках. За смешные какие-то деньги. 30, что ли, рублей. Ну, что, крышки ставишь от кастрюль. Вот такая вот пластмассовая штучка. Вот тут главное что-то черненькое. Это как, чтобы стол не царапать, знаете, пластиком этим. А здесь нету. Вот так вот. Следующая посылка. Что-то такое, имеющее форму. Сейчас посмотрим. А, это тоже органайзер. Но он более дорогой. Но в совместных покупках, опять же, он был намного дешевле. Кстати, сейчас, по-моему, их прикрыли. Я так понимаю, совместные покупки я что-то пыталась там купить. Пишут, во-первых, там такая ерунда стала. И пишут, что приведите друга и так далее. В общем, я не стала разбираться особо. Я уже там понабрала всего, что надо и не надо. Вот такая, как косметичка. А, это, ну, типа дорожная косметичка для нижнего белья. Вот, я вспомнила. Сюда трусики можно запихнуть. Сюда бейсгальтеры. Это так, для чего-нибудь. Для прокладок, например. Вот такой вот коричневый я взяла. Очень мне цвет понравился. Такой вот благородный. Молния работает. Ну, такой хлипкий, конечно, все. Ручка тоже есть. Ну, классный. Удобный. У нас за такие деньги не купишь за 100 рублей. Но сейчас он, конечно, подороже, я думаю, девочки. Еще одна посылка. Трет последний. Вот такая большая. Легкая. Что же тут интересно? Что-то беленькое. А, это меламиновые губки пришли. Наконец-то. Тоже, кстати, в этих посылках. В горячих, ой, ну, совместных. 30 рублей, девчонки. 30. Раз, два, три, четыре, пять. Восемь, восемь, девять. 20 штук. В фикс-прайсе две штуки стоят 55 рублей. В общем, буду пользоваться. Мне очень понравилось. Ну, мятые, ну, ну, и что? Ничего страшного, я считаю. В общем, я очень довольна. За такие деньги купить 20 штук губок. И последняя посылка. Это сумка. Пришла она, ну, заказывала, естественно, я ее на Алиэкспресс. Но у них есть. Такой магазин нашла, девчонки. Очень жалею, что раньше я его не видела. Сумки шикарные там просто. Ну, сейчас, конечно, мы посмотрим, так ли они шикарные, как кажется. За не очень-то дорогие деньги. Вот. Ну, в общем, а у них склад в России. И доставка. Из Омска мне шла. Сумка вот эта. И доставка была неделю. То есть, я неделю где-то назад ее заказала. Смотрите, вот такой пакетик. Внутри мешок для обуви. Ой, для обуви, говорю, для сумки. Ну, вот обычный без ручек, правда, без всего на что. И вот такая вот сумочка. Сейчас поправлю немножко камеру, чтобы было видно. Цвет бронза я взяла. Она просто обалденная. Я смотрю, не могу налюбоваться. Мне цвет очень нравится. Отливает прямо бронзой. Очень, на первый взгляд, качественная сумка. Да, классная, обалденная. Стоила она, девчонки, не соврать. По-моему, 1200. Но чуть-чуть, вот видите, есть дефект. Его практически незаметно, но все равно он есть. Чуть-чуть. Замочек на вот этом. На еще одном замочке. Открываем. Внутри что имеем? Ремешок. Вот, сейчас видите, какой цвет? Сейчас видно. Вот так. Так. Ага, у меня камера перевернулась. Ну, ничего. Так. И внутри большой карман, разделенный еще одним кармашком посередине. Сзади кармашек. Внутри. Так. Спереди два кармашка, как обычно, для телефона или еще для чего-то. Сзади кармашек. Тут и лежит рекламная какая-то эта. Бирочка. Так. С боков. Сейчас посмотрим. Это карманы. Это карманы, девочки. Обалдеть, сколько в ней карманов. Немножко попахивает сумка. Вот такие кармашечки. Сейчас понюхаю. Попахивает немножко. Это большой минус. Ладно, попробую пользоваться ей и подскажу вам, будет ли она вонять. Пока не покупайте. Если надумали, девчонки, не берите пока. Потому что есть сумки, которые вообще не выветриваются и только хуже становятся, чем их там не стирай, не заливай духами. У меня уже была одна такая, что я ее просто выбросила. Потому что просто вонища была нереальная. Рыба какой-то. Потом я прочитала в интернете, что они окрашивают сумки вот этой краской. Она используется с добавлением какой-то рыбной чешуи. В общем. И этот запах не выветришь ничем. Не просто некачественные товары. Его просто надо выбрасывать. И ничего с ним не сделаешь. Такой короткий ремешочек. И длинный. Но не буду его открывать пока. Сейчас я размеры... Хотя размеры там на сайте у продавца есть. Сейчас все равно я померю. Ну, примерно 20... 33 сантиметра. Дно есть, девчонки. Самое вообще шикарное это дно, мне кажется, у сумки. Когда его нет, это вообще болтается непонятно что. Вот. Подкладка тоже классная. Если бы она еще не пахла, цены бы ей не было. Вот. Ну, посмотрим. Потом отпишусь через недельку, через две. Как она? Вот такая вот сумочка, девочки. Пока, на первый взгляд... Ну, если не считать запаха. Ну, не сказать, что он прям сильно, знаете, такой. Пахнет и вот текстилем, и немножко вот этой рыбой. Ну, попользуюсь, скажу. Вообще, фурнитура классная, качественная. На вид очень хорошая сумочка. Добротная. Не стыдно с такой будет выйти куда-то. Ну, все, девчонки. Жду ваших комментариев. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Подписывайтесь. Буду рада всем. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok